и вот это не вот среди ним она самая лучшая но если бы сейчас был у вас доброе утро ребят такая погода сегодня обещали очень солнечную погоду давайте традиционно я рад вас всех приветствовать на нашем канале скрд оффроуд это канал про бездорожье меня зовут кося здравствуйте сегодня долгожданный выезд в лес это не спортивное мероприятие это чисто дружеская покатушка и давайте я расскажу вам про наши машины сегодня будет очень интересно костян сегодня комплексует по поводу своего размера 33 колеса сильвера спортивная niva двойка пары 44 2 пневмоблокировки мотор 1 и 9 виталик стандартный motor 1 и 7 на турбине на кастом на абсолютно подвески разработка виталик вместе с титану да не будем раскрывать все секреты в общем я покажу вот так это не вовский кулак скрещенный с бортовыми редукторами военными от уаза гости из кабардино-балкарской республики резван сороковые колеса бортовые воин мосты получается военные от уаза двигатель 3 узет на автомате доброе утро с приездом так сказать как вам наша солнечная погода главное не жарко маршрут всего вот сейчас он станет намного интересный александр шеви niva 35 колеса 2 пневмоблокировки сзади и штехно и слаповский мост очень нравится него он в городе ездит на 22 по моему дисках или на 24 в общем машина на каждый день и вот ставит на покатушку такие колеса еще один интересный уазик у вас 409 мотор до работа на голова 35 получается cst у него и ребят это да у бтр а мостов нет но бтр а есть центральная часть от нее идет уже получается карданы вот человек придумал вот так и сделал получается можно сказать бтр овские мосты на уазе здесь бортовые т-40 лак поворотный шишига блокировки до дождик нас конечно сегодня радует такой вот уаз здесь просвет 45 там просвет получается 50 мне можно и вот такая вот машина мастер винч до что-то прям очень зарядил это сашка ее притянул сказал он уверен в этом автомобиле это собственно иван 31 колеса cst и на военных мостах сколько примерно просвет 31 31 так и будет какие где бы тоже 2 электро хардбоки давно ездишь на электро именно да и все нормально а а а а а а Два УЗ блокировки. Вообще без проблем, он даже кузов не замочил. Костян, молодец, молодец, вообще без проблем. Все, повис. Вот как Костян, Костян также проехал. Чуть назад. У Сани стоит движок с X-Ray, 16 клапаны, 1.8, доработана отсечка в 9000, может сейчас меньше. Две пневмоблокировки, 35 колеса. Хорошая машина, одна из лучших Chevy, которые я видел у нас вместо. Жижуля прям конкретная. Туда, Саня! На первой. Все, все. Вот это, как всегда, ЧПшник. Я, короче, сделаю, нарисую наклейки ЧПшник и буду всем клеить ЧПшником. Монстр машина. Лесная суета. Очень неудачно мы стоим. А, вышел. Там уазик скачет, ой, что там поломалось. Короче, я понял. Вот Ванин уазик 45 сантиметров просвета и Нива. Вот они примерно одинаково едут. Вот Резвана уазик, где уже 55, там 52. Вот это уже получается конкурент, ну, намного сильнее. Уазик опять сидит. Это было судьба. По следам, по накапливам, бля. По следам, по натуре приехали куда-то, откуда. Отходи. Вот сюда выходи. По колею. Вот, не надо в колею было. Не надо в колею. Давай, давай. Ну, надо было в колею. Легко. Да. Идем смотреть. Там зашипело что-то. То ли просто один патрубок, то ли расширительный. Покажи, Нургали. Там нет радиатора. Там нет радиатора. Всё. Вышла пластика. Ну, короче, вот эта вот пластиковая часть. Вся, вся лопнула. Вся, да, вся лопнула. Подни, что это УАЗовская запчасть. Да. Тут. Ну, это как бы УАЗик. И запчасть от УАЗика. И запчасть от УАЗика. Хоть и УЗ стоит, но это патриот. Ой, блин. Мы от города отъехали недалеко. Связь есть. Сейчас привезут новый радиатор. Поставим. И топим дальше, да, Резван? Конечно. Ну, всё. С кайфом. Поехали. Да не выйдет он. Разда! Посмотрим, выйдет. Соборотов не выйдет. Ой-ой, прыгает. Чёрт, сука. Ну, зачем? Брошу. Лезать, тварь. да отлично в общем ждем парней чине вот этого синего монстра и едем дальше и как всегда просите обзор на машины я редко снимаю ну давайте вот я как сказал чуть-чуть ранее что это самый топовый шей который я знаю смотрите у человека просто вот задняя компоновка багажника человека тут два аккумулятора два компрессора беркут прожки сейчас ребятки очень машина как правило даже когда по речке глубоко едешь она не пропускает воду музыка вот такую панельку себе поставил кнопочки у него тут все там все функционально вот это у него включается пневмо hard блоки вот ну тут надо хозяином разговаривать где что у него потому что вот аккумуляторы можно включить один можно включить два можно вообще их выключить то есть такой типа масса здесь давление получается воздуха в системе так получается шевик родная коробка раздатка занижена пары двойки мультируль доведите все тоже работает двигатель сейчас у него раньше стоял получается 18 и отсечка была в 9000 сейчас шестнарь 84 колено 84 поршень правильно и отсечка в 7000 колеса у него стоят 35 аналоги сильверов спереди у него сейчас стоит ага газ 27 а когда 27 шлицов и сзади у него слабовский мост и из техно на 24 самые первые но в целом очень очень грамотно но музыка конечно вес у нее тут за 2 наверно да точно тонна 640 вот так как есть я думал больше родная тонна 410 это тонна 640 кондиционер там все ерунда не опять же музыку если взять у него вот эта полочка то что тяжелая это сабвуфер да и она там у нее как свой каркас есть то есть она как усиление действует и опять же вес добавляет нигде вот так вот хайджеком не цеплялся за деревья не отрывал смысле что он у него много выпирачивать ну в общем машина я говорю она и в городе ездит какие у тебя диски 22 22 у тебя до хромовые диски встретили в лесу единомышленников на вот такой вот берпике и двухдверка 32 колеса разряжена резина здесь еще интересней уф наверное это пока мечта ковши есть за что держаться но мы пока на таких еще не ездили люди за полдня прошли маршрут который мы хотели за сегодня за целый день пройти но мы еще даже не заехали на него они уже нас встретили с кайфом независимая подвеска мощности хватает просвета хватает из колеи выходит легко вообще без проблем оп и прошла и теперь длинная база колеса по моему еще больше то есть это были 31 тут 32 идет по сложной траектории не прошел попробуй назад полностью выезжай-выезжает максимально сколько сможешь не она редукторе вещь не жесть сверху прилетает не садится на днище а раскидывает грязь не хуже турбовой не а а а а а и а а и и и и и и и Опа, кошка закрыл, сейчас будет ра-та-та. Закидал? Нет, заблокировано, надо разблокировать. Говорят, баги комфортно. Не идет никуда, да? Вы лебедились? Вообще нет? Мост висит полностью. Пошел зацеп на колесо. Ух ты. Теперь эту засадили. А шалеть. Вот это глубина. Колесо упало. Нормально дает. Тут на лебедке без проблем, а вот тут интересно. Очень большая глубина, колесо ушло полностью. Подвеска полностью распрямила. Ох. Что творит? Медленнее. Влад. Влад. Медленнее переключайся, потому что колеса крутятся, ты врубаешь удар по трансмиссии. Хорош! А он выехал? Да, 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 да. Это он за дерево зацепили. Сколько у него получается 180, да, по-моему, силки? 190. 190. Но не турбированный движок. Тут turbo, да? А объем? Я не знаю. Ну, до двух литров, наверное. До двух, наверное, 1.8, turbo. Наверное, да. Прикольно. И блокировки у него принудительные. То есть ты можешь включать, выключать их? Да, да. Автоматически с кнопки включаются. Электрические? Только задние, полные. Раздатка. Все, 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 все. Кайф. Прикольно. Давно пользуешься? Второй год. Второй год. Не, ну, вообще на квадриках я уже 15 лет. Не, именно вот этой техники. Именно этой второй год. Второй год. Ну, там, два шестой. Вот разница между квадриками и RZR-кой, вот. Слушай, ну, ты знаешь, это вот, ну, больше безопасность, больше комфорта. Чувствуешь, да, вот из-за каркаса все-таки не боишься перевернуться, грубо скажем, да? Квадрик это такое, ну... Работа телом, да. Да, здесь сидишь расслабленный. По вместительности. У нас просто один из приятелей, вот, ездил с нами на машинах и последние полгода ездит на квадриках и говорит, вообще не чувствует дискомфорта в плане того, что там с собой мангал взять, угли взять, вещи взять. В четырехместную вообще без проблем. А в эту? Ну, в эту вот у меня этот самый кофр. Угу. Еды на сутки. Без проблем, да? То есть с кайфом. Прикольно. А цена? Ну, так вот, приблизительно сейчас. Я понимаю, что цены меняются, не скромно. Ну, то есть больше двух. Ну, больше двух. Ну, вот эту мы притащили лысую пятерку и еще туда полтора надо положить, чтобы она поехала. Вообще не скромно. Мы в спорте просто ездим. Вот у нас за 5-8 миллионов можно взять прям хороший прототип. То есть на V8 будет. Она может намного сильнее. Оказывается, ребятки, тачка не дает всю мощность, потому что водитель не пристегнул ремней и из-за этого она его обезопасит. Сейчас он защелкнул, защелкнул ремни, одел, пристегнулся и сейчас она ему даст всю мощность. Все, пошел! Полный газ! Полный газ! Полный газ! Полный газ! Во! 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 В aí В В Раз М nieu пожалуйста Что что чего должна а если еще в Closed ответ от Я хочу домой. Да, тут нормально вообще. С рулевым? Мост лопнул. Вот это да. Мост лопнул, мост БТР лопнул напополам. Вот это, блядь, нам сегодня маршрут дал, п*** ты прям. Это было. Вот, посмотрите, блядь. Он выкручивает его, да. На клюшке, да, получается? Да, он только на танке стоит. Все, все, все. Вот так вот стоит, все. УАЗик отправляем обратно своим ходом. Будет ехать с такой трещиной. Этим вообще монстрам пофиг не ехать. Да, да. Вот, пазут, они не могут вот так. А-а-а-а! Мы не можем. Почти получилось. Едем боком. У Резвана скрип идет от кардана заднего. Грязевая дождь. Но будем надеяться, что кардан выдержит. О! Очень скользко. Он даже, воу, вышел. Ничего себе. Пошел! Сих! А вот сейчас на холостых проедет. Ха-ха-ха! Сто процентов вообще. Даже не напрягается. Смотри. Ну тут на 10 сантиметров больше клиренса. Да. Вообще спокойно. Да. Так у нее там еще... Костик, а межость включать? Нет, морда не работает. Не работает. Не работает. А левая работает? Да. Левая работает, правая нет. Вот так. Говорил. Ты в токсе не прощай. У меня 2,5-го. Она быстрее не мотраивает. А машина потом. А когда у тебя все длины, вращение не мотраивает. Вот так, смотри. Ну ты проедешь так же. Я думаю, я предлагаю тебе вот тут пробить. Попробовать. А, сюда? Я хочу тебя в мочак, чтобы никто не ехал, чтобы ты первый прошел. Нет, это же он пригласил. Да, да, да. Все, я понял тебя. Он первый проедет, я за ним. А если он не проедет? Если не проедет, я тоже проеду. Так он уже сошкребет. В любом случае. Нет, назад его потянет. А, я понял. Мне кажется, для Резвана здесь вообще никаких проблем. Сегодня мы не можем найти такое препятствие, чтобы не ехал этот УАЗик в нем. Он даже не мочит кузов, ребят, абсолютно. Вообще без проблем. Там до... Это слишком просто для него. Ну, я понял. Что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ох, что за звук, а? Вот так вот, Виталик не смог, что сделает Хагур? Будет сегодня лебедка от него или нет? Нет, что творит? Мощно, попробуй сказать, да, обычно это заезд. Попробуй вот сюда, а, сейчас залебеним в смысле. Не. Колеса влево. Да ладно, и вышел. Просто военный УАЗик на 31-х колесах. Все, вообще с кайфом, едет везде сегодня. А я здесь проезжал. Прямо, 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 все время прямо. Нет, нет, такого нет. Вот такая вот, вот такие явки будут, и все. Призываем. Ну, промеж колеи, вот сейчас будет еще одна ванночка. И здесь тоже проедем. Да, без проблем. Блин, ребят, честно, этой машине по барабану. Резван едет вообще без проблем. Тачка просто суперлютая. Там, где Виталик сидит, мы именно хотели сравнить эти две машины, именно Виталика и Резвана. Но, как оказалось, это абсолютно разные машины. Получается, что там, где сидит Виталик, Резван едет, у него еще 10 сантиметров до Яблока. То есть у него клиренса порядком больше. С чем может это конкурировать машина? Или, точнее, кто может с ней конкурировать? Наверное, это автомобили вот из Московской области, питерские болотоходы, вот там вот оффроуд, СПБ, Экстрим Старс канал, вот там, где машины на 47-х колесах и так далее. Это прям люто. Резван, это очень мощно. Правда, это очень круто. И я говорю, что мы хотели сравнить с Мина с Виталиком машиной, но это абсолютно разные машины, их нельзя сравнивать. Нужно искать конкурента именно по твоей, по клиренсу. Но у нас есть маршруты, где он будет сидеть. Но что ему, как сказать, в конкуренцию предоставить, у нас, наверное, пока такой машины нет. В общем, будем думать. Но маршрут у нас есть один. Так, УАЗик пошел первый, начал пробивать маршрут, подсел. Молодец, идет уверенно. Пробьешь, пробьешь. Руль вправо чуть-чуть. Пошел. Давай, пошел. Чуть-чуть назад, чуть-чуть. И впи... Поехал. Давай, давай. Колесо не работает, если бы работало. Колесо, вы вправо, 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 вправо сделай. Дай назад метр. Метр, метр, да. Все, 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 все. Нет, далеко. Да, быстро чего? Молодец. А тогда его тут лебедил. Выехал. Китайская резина делает вещи. Еще. И сел на мост. Друзья, на этом моменте я хочу завершить это видео. У нас тут осталась небольшая прямая, уже темнеет, смысла дальше снимать нету, мы тут просто выйдем. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш телеграм. Ссылка на канал получается в описании под видео. Там все афиши, мероприятия, интересные видео. Потихонечку начинаем развивать. Также группа ВКонтакте. Все это у нас есть. Все это по хэштегу набирайте Escartheofroad и выдает все наши соцсети. В общем, ребят, спасибо огромное, что остаетесь с нами, смотрите, кайфуете вместе с нами, интересуетесь, задаете вопросы. Очень приятно. В общем, меня уже зовут. Мы выезжаем из леса и домой. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok